Праздничным концертом завершился второй межрегиональный фестиваль граффити «Волжская волна». Результатом творчества райтеров из разных городов России стали 27 работ, украсивших главную набережную Саратова. Напомню, организованный при поддержке городской администрации фестиваль стартовал 24 июня. Подробнее об итогах мероприятия, а также о том, какие сюрпризы для его участников подготовил новый федеральный оператор мобильной связи «Теле-2», смотрите в нашем следующем сюжете. На четыре дня набережная превратилась в творческую мастерскую под открытым небом. Выставки картин, мастер-классы, флешмобы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. И как результат работы участников фестиваля. 27 картин, посвященные истории города Саратова. Работа посвящена Саратовскому кавачу. Сужет, который мы используем в последние жизни, творчестве. Это бродяги, собираем образ людей, которые смотрители города. Сам фестиваль очень грамотно сделан, подошли к этому. Спасибо спонсорам компании, которая «Теле-2» проспонсировала нашу поездку. Очень благодарны за это. На площадке партнера фестиваля, альтернативного оператора мобильной связи «Теле-2», гости и участники «Волжской волны» могли не только отдохнуть в тени, но и побороться с несправедливостью, проверить свой баланс и узнать, как стать агентом «Теле-2». Кроме того, компания утвердила и собственную честную номинацию для участников фестиваля «Граффити». Компания «Теле-2» приготовила сюрприз для участников фестиваля. В течение ближайших двух недель жители Саратова в сети ВКонтакте могут проголосовать за понравившуюся им картину. Это абсолютно честный принцип, который всегда проповедует компания «Теле-2». И победитель получит приз от компании «Теле-2» – планшет. На этом сюрпризы не закончились. «Теле-2» внесла и творческий вклад в фестиваль «Граффити». Среди работ, появившихся благодаря стараниям райтеров, есть и одна, посвященная новому федеральному оператору. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко. РЕН-ТВ. Саратов.